Проблема не только для Беларуси. Я могу в Европе назвать вам народов 20, где ситуация гораздо больше, чем у нас. Я недавно был в Ирландии, и ирландцы нам заинтересованы. Поверьте мне. По-другому, начало у нас в 16-м статусе, когда нам, под час жахливой Ливонской войны, наши польские соседи навязали Речь Посполитой. Как сейчас ставится до этой проблемы? Так исторично, померкованно, объективно, так было есть, может быть? Я не просто ставится 25 лет на сутки, а мы по-беларусски. И проблем не будем. Ни у вас, ни у ваших соседей. Это вельми просто, потому что где есть стимулы? Где-то не захвачивание, как люди... А стимулы в том, когда мы хотим жить, как живут в Европе и в развязи, Беларусь, Крымова, да поможем нам это заработать. Когда мы не хотим там жить, когда мы хотим жить где-нибудь в районе Камчатки, в районе Магадана, то тогда говорите про российскую. Вот и все. Что той, кто разговаривает по-российски, он забивает власный беларусский народ. Так, прикольно вы сказали. Повторяю. Повторяю. Он находится в оккупационном войске и стреляет в свой народ. Ясно, что это была метафора. Але она недолго побыла метафорой. Почались украинские падеи. И почалась стреляния насоправдная. Миновита на подставе мовным обороны так званого русскомовного насельницта. Русского насельництва в исходне Украины. То есть, как бы, индикатор этого был? Так. Так. И початок. И початок. Держава, особе, фактично, я повторюсь, ставленника Москвы. Не власно беларусское керавництво, а политичное высшейшее керавництво, якое поставлено чужой державой, чужой беспецслужбой. Проводит политику той державы по русификации. Мова, удаденна в упадку, выкористовывается, как сброя. Вот про что мы говорили. И накеровано на русификацию с наступной уключением ликвидации беларусского держава и аннексией уключения склад России. Громадство сопротивляется, про что я говорю. Вот я вам. Интуитивно отчувая, что для того, как жив, как жив, трудно. А дякать украине уже отчувая и реально. И реально отчувая.